МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Героизм, мужество и высокий профессионализм губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды сотрудникам МЧС, которые тушили пожары в Борском районе и Итальяте в 2021 году. Коллектор самарцу не друг. Как защитить себя от противоправных действий со стороны кредитных организаций, обсудили на приеме граждан сотрудники прокуратуры совместно с главой города Еленой Лапушкиной. Самарские девушки тоже играют в футбол. Футбольный клуб крылья советов после первого круга соревнований в молодежной женской лиге занял первое место. Сотрудники МЧС, которые несут службу в Самарской области, получили государственные награды за тушение пожаров в Тольятти и Борском районе в 2021 году. Офицеров и представителей младшего начальствующего состава поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Мужество, героизм и преданность своему делу. На площади Славы в Самаре прошла торжественная церемония награждения 29 сотрудников МЧС, которые боролись с пожарами в Тольятти и Борском районе в прошлом году. Представители ведомства доблестно и самоотверженно выполняли служебный долг, рискуя своими жизнями. Они оказались рядом в самый нужный момент и сумели справиться со стихией, помогая людям, которые попали в беду. Пожарных поздравил глава региона Дмитрий Азаров и вручил лучшим сотрудникам государственные награды. Только благодаря вашему мужеству и самоотверженности удалось избежать человеческих жертв, удалось максимальные усилия приложить, спасая имущество. Вы помогаете людям на земле, на воде. Вы противостоите стихии и бедствия. Я уверен, что те традиции, которые заложены в региональном подразделении ветеранами службы, с честью несут нынешние бойцы и офицеры. 10 июля 2021 года Алексей Лаптев вместе со служивцами тушил крупный пожар в 17-м квартале Тольятти. Из-за сухой и жаркой погоды огонь стремительно распространялся. Пламя могло перекинуться на жилые дома и здания санатория, но сотрудники МЧС сумели справиться со стихией. Алексей Лаптев получил государственную награду за мужество и отвагу, проявленные на пожаре. За счет героического работы личного состава пожарных, спасательных подразделений удалось снять угрозу жилых домов и административных зданий, локализовать пожар на площади 152 гектара и впоследствии полностью ликвидировать. После торжественной церемонии награждения сотрудники МЧС отправились нести службу на пожарно-спасательных постах, отстаивать интересы государства, защищать жизни и здоровье жителей Самарской области. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Защита самарцев от противоправных действий кредитных организаций и коллекторских агентств, исполняющей обязанности прокурора Самары Юрий Сопрунов, глава города Елена Лапушкина, а также представители правоохранительных, налоговых органов и службы судебных приставов провели совместный прием граждан. С какими вопросами пришли жители и удалось ли найти им решение, узнала Светлана Кудрявцева. Взяли кредиты в банках или микрофинансовых организациях, но из-за сложной жизненной ситуации не смогли расплатиться вовремя. В итоге накопили долги. С такими историями жители пришли на прием граждан, который провели в администрации исполняющей обязанности прокурора Самары Юрий Сопрунов, глава города Елена Лапушкина, а также представители полиции, налоговой службы и службы судебных приставов. В основном жители просили снизить размер суммы, которую ежемесячно снимают для погашения долгов по исполнительному производству, либо просили разобраться в ситуации, когда с расчетного счета идут двойные списания. Я вам сейчас предлагаю написать заявление на мое имя. Я у вас лично приму это заявление, и мы сами с этим разберемся, чтобы вы не ходили по отделам судебных приставов Советского района, прокуратурам Советского района и так далее. Именно для этого прием организован, чтобы здесь на месте принимать решение. Некоторые граждане пожаловались и на неправомерные действия со стороны коллекторских агентств. Сейчас мы вас опросим, берем у вас устное заявление и проверим доводы ваши, в том числе, наверное, дадим оценку, например, наличие угрозы. Соответственно, ответ вы официально получите. По всем обращениям незамедлительно организовали проверки, результаты которых взяли на особый контроль. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. В столице региона в самом разгаре сезон дорожных работ. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» городу был выделен большой объем средств, который позволит обновить не менее 35 участков. Кольцо на перекрестке улиц Советской армии и Антонова Овсеенко ремонтировали этой ночью, а также приводили в порядок примыкание к кольцевой развязке. Качество вместе с представителями городской власти и автомобилистами оценил и наш корреспондент. В 11 часов вечера на кольце Советской армии Антонова Овсеенко кипит работа. До утра специалистам нужно успеть уложить здесь новый асфальт. Автомобилисты рады переменам. До этого дорога была в плачевном состоянии. Улица Советской армии соединяет главная магистраль региональной столицы Новосадовую и Московское шоссе, а также выходит на промышленности Гагарина Антонова Овсеенко Мариса Тореза. Участок благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приводит в порядок от промышленности до Антонова Овсеенко. Это около 4,5 километров. Сначала по технологии фрезерованием убрали разрушенный слой и скорректировали профиль дороги. Затем подняли люки колодцев и решетки ливневой канализации на проектную отметку. От этого также зависит ровность дороги. Дождеприемников здесь сразу несколько и работе с ними также уделялось повышенное внимание. Теперь дождевые таллы и воды будут свободно уходить в ливневке. Перед укладкой асфальтобетонной смеси очистили поверхность катками, уплотнили высокопрочную щебеночно-мастичную смесь «ЩМА-16» на полимерно-битумно-вяжущем. Ждем пока движение успокоится, маршрутный транспорт весь пройдет и тогда мы выйдем на кольцо. Расчет математический так, чтобы проходы соответствовали, хотя бы попасть проход в проход, чтобы избежать как можно меньше ручной работы и тогда будет поверхность сравнения. Что касается площади работ на улице Советской Армии, то здесь отремонтируют в общей сложности порядка 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна с учетом примыканий на перекрестках. Обновление производится методом больших карт по всей ширине проезжей части. В текущем году наблюдается достаточно большое количество осадков и так как качество работ превыше всего и активно ведется контроль как со стороны МБУ дорожных хозяйств, так и со стороны общественников, обеспечили долгий срок службы автомобильной дороги. Работы ведутся по погодным условиям, хотя и с соблюдением графика. В ситуации, когда наблюдаются осадки или они запланированы, все работы с асфальтобетонной смесью отменяются и не производятся. За этим идет строжайший контроль. К началу этой недели дорожное полотно преобразилось на площади более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас ремонтная работа в финальной стадии. Завершится ремонт дороги на улице Советской Армии к концу этой недели. На сегодняшний день работа по ремонту большими картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнена более чем на 70%. В целом в Самаре генподрядчики уже привели в порядок 19 объектов общей протяженностью 30,5 километров. Улица Гагарина, Дачина, Белорусскую, Физкультурную, Магистральную, Заводскую, Товарную, а также Волжский проспект, дорогу на Зубчиненовское кладбище и другие. В работе остаются 10 объектов совокупной протяженностью свыше 13 километров. Это в том числе улица Аврора, Ставропольская, Ивана Булкина. Рабочие уже вышли и на проспект Кирова. В Самаре в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок общественным транспортом вносятся изменения. Соответствующий проект уже опубликован на официальном сайте администрации города. Ряд изменений носит технический характер. В соответствии с утвержденным порядком переименованы два остановочных пункта. Остановка на московском шоссе 18 километр будет называться 18-й километр завод приборных подшипников, а расположенная на проспекте Кирова остановка профтехучилища переименуется в Самарский юридический институт ВСИН России. Далее. По ряду маршрутов у нас скорректировано количество транспортных средств. Это сделано в результате достаточно серьезной работы по анализу пассажиропотока. На ряде маршрутов у нас количество транспортных средств несколько уменьшилось, потому что снижение пассажиропотока очевидно. На других маршрутах некоторых увеличилось. Например, на 61-м автобусе количество транспортных средств увеличилось с 12 до 15 единиц. На ряде трамвайных маршрутов скорректирован класс транспортных средств. Например, вместо большого класса трамваи будут ходить особо большого класса. Изменения коснутся и автобуса 217 маршрута в связи с тем, что он перешел в разряд межмуниципальных и следует до Смышляевки. Он исключен из реестра, но по территории города автобус будет следовать привычным для жителей маршрутом. Лето, время отпусков и каникул. Кто-то любит путешествовать, кому-то по душе отдых на даче или в деревне, а кто-то любит коротать время за чтением книг. Для последних доступны широкие возможности самарских городских модельных библиотек. Сегодня одни не просто центры выдачи книг, а целые медиапространства, которые открывают для посетителей доступ к эксклюзивным изданиям, мастер-классам, творческим клубам и встречам с писателями. Все это возможно благодаря нацпроекту «Культура». Как сегодня живут книгохранилища в нашем следующем сюжете. Молодая мама Елизавета Васюткина со своим сыном сейчас приходит в детскую библиотеку на аэродромной практически через день. Регулярно берут книги, в основном произведения Самуила Маршака для чтения перед сном. А в самой библиотеке занимаются в развивающей игровой комнате и вместе изучают красочные издания на удобных креслах. Детская модельная библиотека сейчас – это не просто взять и отдать книгу. Здесь есть формы занятия для детей и подростков любого возраста. Мастер-классы, различные мастерские, кружки и творческие конкурсы. Для самых маленьких есть игровая зона и удобные кресла. Для ребят постарше – медиазал с техникой и комфортные гамаки, где можно уединиться и увлеченно погрузиться в произведения. А погружаться есть во что. Огромный библиотечный фонд, который регулярно пополняется книгами на любой вкус, в том числе и с интерактивным наполнением. Есть книги с секретными страницами, а есть и с дополненной реальностью, с помощью которых, вооружившись смартфоном, можно разглядеть планеты или животных. Книги объемные, книги панорамы. То есть их, конечно, лучше видеть, не рассказывать о них, осмотреть. То есть это очень привлекает современного читателя. И все эти книги есть в модельной библиотеке. Поэтому мы приглашаем детей читать не только по спискам неклассного чтения, но обратиться к нашему фонду. Он на самом деле уникальный и интересный. Все это стало возможным после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому преобразилась также Центральная городская библиотека имени Крупской. Здесь тоже есть множество интересных изданий для детей, книги, которые будут интересны подросткам и которые довольно трудно найти в продаже. Для взрослых также большой выбор как художественной, так и научно-просветительской литературы о разных сферах жизни. Для более искушенных читателей есть и оригиналы классических зарубежных произведений на английском, немецком и французском языках. Даже если какого-то издания нет, то специалисты помогут найти интересующую книгу. У нас есть отдел «Единый фонд межбиблиотечного взаимодействия». То есть мы можем из своей системы заказать, в какой библиотеке она есть. Можем обратиться к областным библиотекам. Мы себе берем это на заметочку. Если вдруг какой-то книги нет, у нас ведется картотек отказов, где в дальнейшем эта книжка будет приобретена. Вечерами в библиотеке регулярно проходят творческие клубы, мастер-классы, встречи авторов с читателями, книжные и киноклубы. Расписание ближайших событий доступно на интернет-ресурсах учреждения. Кроме того, деятельность библиотеки теперь выходит из-за стены здания. Совместно с городскими историками и краеведами проводятся пешеходные экскурсии по городу, по литературным местам, которые так или иначе связаны и с классиками русской литературы, и с современными авторами. Мы программно-целевым методом работаем абсолютно и исключительно в целях национального проекта для того, чтобы любой человек, проживающий на территории города, приехавший к нам в гости, имел возможность посетить библиотеку, которая стала не только центром выдачи книг, нужной продукции, но и проведением мероприятий всесторонне развивающих человека. Модельные библиотеки сегодня предлагают большой выбор разнообразных занятий для того, чтобы качественно и комфортно провести интеллектуальный досуг, узнать и прочитать и открыть для себя много новой интересной информации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. В России за прошедшие сутки зарегистрировали 9027 случаев заражения коронавирусом. Это на 45,9% больше, чем накануне и максимум с 22 апреля. Об этом сообщает сайт stopcoronavirus.rf. Однако число погибших из-за коронавируса сегодня меньше. За сутки в России умерли 36 заболевших, вчера 47. Больше всего летальных исходов завиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время заболеваемость COVID-19 превышает средний показатель в 17 регионах России. При этом Минздрав сообщает, что вакцины в регионах достаточно. В расписании железной дороги появятся новые поезды с Самары в Санкт-Петербург. Он начнет курсировать с 5 августа. Состав северной столицы будет отправляться в каждое нечетное число августа. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Обратно поезд будет уезжать по четным числам месяца. В пути предусмотрены остановки на следующих станциях. Москва, Владимир, Ковров, Держинск, Нижний Новгород, Тарзамас, Саранск и Сызрань. Власти Эстонии на 5 лет запретили группе «Руки вверх» въезд в страну. Такое решение приняло Министерство внутренних дел Эстонии по информации МИД. Сожалею, что поклонники группы «Руки вверх» в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свое вступление в России, сказал лидер группы Сергей Жуков. Купить лекарства в аптеке теперь можно с помощью телефона. Для этого достаточно предъявить QR-код электронного рецепта. Их теперь выписывают в некоторых поликлиниках Самары в рамках пилотного проекта. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Рецепт в твоем телефоне. У самарских пациентов появилась возможность получать электронные рецепты. Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуги и скачать приложение «Мой рецепт» в телефон. Пока проект пилотный, в Самаре в нем участвуют лишь некоторые медицинские учреждения, в том числе и 15-я городская поликлиника. Теперь, чтобы получить рецепт, можно даже не приходить в медучреждение и не сидеть в очередях к врачу. Достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. Потому что у нас есть возможность проведения телемедицинских консультаций, которые также широко внедрены в нашей поликлинике. И через телемедицинскую консультацию, через прием врача-пациента по телефону, по записи, можно также после консультации попросить выписать рецепт. Это исключает лишнее вхождение в поликлинику. Алена Морозова смело шагает в ногу со временем, а потому сразу скачала на телефон приложение «Мой рецепт», как только о нем услышала. Но воспользовалась им лишь сегодня, когда пришла на прием к врачу, и доктор предложил выписать электронный рецепт. Изначально я уже слышала об этом, но именно, чтобы выдавали, с этим я не сталкивалась. Раньше, когда бывали бумажные рецепты, конечно же, они терялись или приходили в аптеку, забывали их. А сейчас удобно всегда в телефоне с собой. Телефон-то всегда с собой есть. Доктора учреждения рассказывают, электронные рецепты пользуются спросом у пациентов. С начала появления такой возможности ею воспользовались более 3000 человек, причем не только молодежь. Это очень удобный формат, потому что больной не потеряет рецепт, он не подмокнет под дождем, он не порвется, никуда не исчезнет, не забудется где-нибудь в шкафу у пациентов, особенно старшей возрастной группы. При обострении хронических заболеваний он может вспомнить, посмотреть этот рецепт и оказать себе первую самопомощь до обращения к врачу. Помимо электронных рецептов, в поликлинике выписывают электронные больничные и оформляют инвалидность. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. С начала года 35 жителей региона отравились грибами. Одного из них спасти не удалось. Чтобы грибы не довели до больничной койки, нужно соблюдать ряд несложных рекомендаций специалистов. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Погода, которая установилась в Самарской области, так и шепчет. Пора отправляться на тихую охоту. Но прежде чем положить красивый гриб в корзину, стоит убедиться, что это не приведет к отравлению. Мы с ребятами от меня отбывать собираем грибы. Я всякие грузди люблю, обожаю грузди. Если какие-нибудь непонятные грибы, я близко не подойду. Лучше 10 раз спрошу, что это такое, прежде чем пожарить, что-то с ним сделать. А так, обычные грибы люблю опяты, всякие рыжики. Грузди больше всего. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за 6 месяцев этого года грибами отравились 35 жителей региона. К сожалению, одного из них врачам спасти не удалось. Основные причины, которые на протяжении последних лет наблюдаются, это употребление в пищу неизвестных грибов, неизвестных, также приобретение грибов у граждан, либо в нестационарных предприятиях торговли, и нарушение условий приготовления, кулинарной обработки. Специалисты советуют не только не срезать незнакомые грибы, но и серьезно подойти к выбору места тихой охоты. С детства нам известно, что около трасс, около автодорог грибы собирать не нужно, потому что они, как ацербенты, впитывают в себя все тяжелые металлы, в частности свинец, и все, что есть у нас на дорогах. И это как раз-таки опасно пищевыми отравлениями. Также не стоит покупать грибы, в том числе консервированные, вне магазинов и официальных рынков. Следует помнить, что грибы не любят ждать, когда их обработают, и, как правило, портятся в течение суток. Кроме того, лесной деликатес не рекомендуется употреблять в пищу детям до 10 лет и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, так как блюда из грибов ими плохо усваиваются. Светлана Тимофеева, Григорий Пришаков. События. Футбольный клуб «Крылья Советов» после первого круга соревнований в молодежной женской лиге занимает первое место. Команда хоть и новичок соревнований, но, как видно, спуску никому давать не собирается. В эту субботу на стадионе «Металлург» женские крылышки принимают Чертанова. Как студентки готовятся к матчу, расскажет наш корреспондент. Подсекаю. Да. Здесь забить. И переходим, игроки по кругу переходят. Готовились, поехали. Самарские девушки тоже играют в футбол в профессиональный. «Крылья Советов» в молодежной лиге России пока занимает первое место. Мария Дурнова в команду позвала тренер Галина Комарова. До этого девушка играла в футбол за родную школу уже с первого класса. Заключив контракт с клубом «Крылья Советов», футболистка мечтает не только о золотой медали в молодежке, но и в чемпионате страны. Однако было время, когда о профессиональной карьере Мария Дурнова даже не задумывалась. Я даже не загадывала. У меня не было никаких целей. Мне просто нравилось играть в футбол. До 14 лет я играла за мальчиков. А потом, когда возраст уже не позволял играть, мне нельзя было выступать на соревнованиях за мальчишек, я собиралась бросать футбол. И тут позвонила Галина Васильевна, связалась со мной, сказала, что образовывается команда «Крылья Советов». Приходи. Женские «Крылья Советов» – команда молодая, средний возраст игроков – 18 лет. Образовался спортивный коллектив пару лет назад. Завоевав бронзовые медали в первой лиге, крылышки перепорхнули в молодежную. Здесь тоже удачно стороне волжанок. После первого круга соревнований команда занимает первое место из 13-ти, оставив позади себя такие именитые футбольные бренды, как «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «ЦСК». И это при том, что все футболистки Самарского клуба изначально занимались этим видом спорта непрофессионально. Страшно было заходить в молодежную лигу. Задачу мы и до сих пор ставим – быть в призерах. Тяжело сейчас мы подняли эту планку высоко. Тяжело ее будет удержать, но будем пытаться удержать. Самое тяжелое было настраиваться, наверное, на Чертаново, потому что это лучшая школа страны всегда была. И туда мы ехали с опаской. И так как мы забили в первом тайме два мяча, то уже как бы знали, что лидерство не отпустим. И это дало толчок в дальнейшем. Ищет таланта руководитель городской федерации футбола Сергей Марушка. Его можно увидеть и на любительском турнире «Лето с футбольным мячом», где в этом году был сформирован отдельный женский дивизион. И на тренировке женских крылышек. Тем не менее, по мнению специалистов, это направление еще требует глобального развития. В команде Галины Комаровой 21 футболистка, а резерва, к сожалению, нет. В Самаре области отсутствуют полноценные детско-юношеские женские клубы. Вся надежда на футбольную академию крылья советов. Это талантливая команда. Мы надеемся, что на следующий год команда будет играть в суперлиге женской. Есть понимание, есть желание. Теперь осталось нам это все довести до финишной прямой. Несколько человек уже приглашаются в сборную первую. Такая как Дурнова Мария и Иванова Софья. Четыре девочки приглашаются в молодежную сборную. То есть это очень хорошее поколение, которое нужно сохранить в Самаре для суперлиги. Женские крылья советов нацелены на суперлигу, тем более, что есть потенциал. За первый круг в молодежке команда забила 30 мячей, пропустила всего 6 в 12 матчах. Одержала 9 побед при двух ничьих и одном поражении. Второй круг соревнований крылышки начнут с домашней игры. В субботу на Металлурге в 16 часов они примут Чертаново. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Сезон дорожных работ в Самаре в самом разгаре. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» городу был выделен большой объем средств, которые позволят обновить не менее 35 участков городских дорог, говорится в телеграм-канале главы Самары Елены Лапушкиной. В настоящее время выполнено более 70% работ по нацпроекту. На сегодняшний день закончен дорожный ремонт на участках улиц Гагарина, физкультурной, народной, советской армии, Вилоновской, товарной, заводской, магистральной, а также Соколово, Чкалово, Первомайской, Дачной, Обувной, Арбатской, Белорусской, Трубной, 128-й километр и на Волжском проспекте. В телеграм-канале Куйбышевского района приглашают жителей пройти диспансеризацию. Основная ее цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале Госуслуг. Как оформить паспорт со скидкой в 30% рассказывает телеграм-канале Советского района. Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуги.ру и получить скидку на оплату госпошлины за бланк документа. Это сделано в целях упрощения процедуры предоставления государственной услуги и сокращения сроков ее оказания. Зарегистрироваться на Госуслугах можно при помощи компьютера и мобильного приложения, которое можно скачать на телефон, работающий на базе Андроид. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!